Добро пожаловать в видео. Велосипед моей жены стал настоящим открытием для меня в плане перспектив тюнинга. И сегодня я приобрел апгрейд для руля. При смене руля, конечно же, стоит поменять обмотку в большинстве случаев, потому что они самоклейки в большинстве случаев. Если не так у вас, то это, конечно, здорово, но здесь в том числе причина в эстетическом плане. Белая обмотка – это самое непрактичное, что может, в принципе, быть на велосипеде, и мы ее тоже сменим. На заднем фоне полицейские обучают молодежь, которая стоит вот здесь, кататься на велосипеде. Соответственно, как линию держать, как поворачивать, как это указывать и так далее, как безопасно, в принципе, являться участником движения на дороге общего пользования. Зеленый. И все дети были по совету Варламова для детей в шлемах. Они в том числе носили такую защитную, отражающую одежду, жилеты специальные, которые в том числе повышают визабилити на дороге, чтобы вот эти... Видели фактически вас на дороге. Это тоже очень важно. В комментах под видео о шлемах мне писали, что оказывается, в городских условиях на городском велосипеде безопасно ездить без шлема. Или безопаснее даже, чем шлем... чем со шлемом. Но просто сделай такой тест. Купи два арбуза. Один арбуз просто скинь на асфальт с высоты своего роста, а другой арбуз просто скинь со скорости, там, не знаю, 20-30 км в час. Посмотри, что будет. Будет ли большая разница. Оп. Не спонсируем. Давайте обсудим рули. Рули бывают разных форм. В основном это две. Вот это круглое. И вот что происходит с вашей рукой, когда вы опираетесь на этот руль. Вот это плоский руль, также называемый аэро. И вот что происходит, когда вы опираетесь на него. Именно поэтому я не понимаю, почему до сих пор используются круглые рули. Но все по порядку. Это руль от Rose Bikes. Made in Taiwan. Taiwan это хорошо. China это не всегда хорошо, но не всегда плохо. С такой вот очень приятной формой дропов, которая мне лично очень нравится. Она довольно-таки компактная. Можно достать до переключателей. Это мы увидим позже, когда я все это монтирую. Вряд ли это скоро. Или, по крайней мере, сегодня произойдет. Но и на самих дропах тоже можно классно посидеть, сделать хороший спринт. Дальше мы видим утолщение в правильных местах. От аэроруля мне всегда нравилась часть плоская, которая действительно очень хорошо лежит к руке. И это действительно то, что эргономично, то, что удобно. И именно поэтому я приобрел себе аэроруль, а не из-за того, что он там что-то спасает по ватам и так далее. Это, конечно, здорово. Это бонусом идет, на самом деле. Вот зачастую аэротехнологии, наоборот, делают позицию на велосипеде более агрессивной, не совсем удобной. К ней нужно готовиться, иметь определенную функциональную гибкость и так далее. Но в плане аэрорули они имеют, в первую очередь, на мой взгляд, действительно вот эту эрго-составляющую, которая поможет просто дольше кататься, удобнее кататься, больше наслаждаться поездкой. И здесь утолщение, опять-таки, вот в этом моменте, оно не так, как в Envy, оно не настолько широкое, но достаточно, чтобы быть удобнее, чем просто трубка, как вот здесь. Этот руль обошелся нам в 20 с небольшим евро, и он того стоит. Он имеет, как видно, разную ширину. Сверху 36 сантиметров, снизу 40 с небольшим 42 или 43. То есть, как и Envy, но за 10-ю, 20-ю цены. Из минусов сразу хочу отметить, потому что не спонсирован, здесь нету маркировок. Маркировки были бы очень дешевыми, на самом деле, и можно было бы их добавить, маркировок нет. И без специального тула действительно 100% симметрично поставить шифтеры будет не так легко. Определенно возможно, затребует больше времени, но маркировки действительно можно было поставить. Это большой минус, на мой взгляд. И у нас есть маркировка здесь, она не самая большая. И значок розы, который нельзя просто так стереть или склеить. Это не наклейка, а краской. Нанесено, но здесь будет роза стоять, или мы закрасим и просто сотрем, потому что просто черный руль тоже могет. У нас в том числе имеются вот такие вот сгибы на внутренней стороне руля, в которых, возможно, предусмотрено место для тросиков, для их проводки. Посмотрим при монтаже, действительно ли это так. Здесь, конечно же, речь не идет о внутренней интегрированной проводке за такую цену, тем более. Но это не сильно важно при такой цене, согласитесь. Да, 336 грамм за весь руль в 36 размере, очень маленьком. Это, конечно, солидный вес, что тут говорить. Но, опять-таки, все нужно в отношении цены и позиционирования смотреть. Этот руль очень дешевый, он не карбоновый, это алюминий. И, конечно, вес отличный, на самом деле, для такой цены. Вес был бы меньше, если бы не приплюснутая форма, не больше материала, которое здесь задействовано. Который, однако, делает весь руль жестче. Посмотрим, как он себя будет в поездках показывать. Так, и по этому рулю видно, или, надеюсь, видно, что снизу он примерно такой же широкий, как и был. А сверху видно, что он сужается. И, в итоге, он настолько узкий, что будет гораздо удобнее. Так, вот еще раз. Он, на самом деле, вот сюда залазит почти в шифтеры. То есть, он примерно как раз на сантиметра 4 уже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok